Воздушная гавань Воздушная гавань Во Владикавказе прошел урок победы. Масштабная акция для детей всей страны организована в России впервые. Параллельно в ней приняли участие 457 субъектов. На патриотический урок в столицу республики пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и юных армейцев. Все вместе они просмотрели короткометражный фильм «До и после». Лента с Услана Макеева до глубины души тронула всех зрителей. Для нас в Северной Осетии слова «Великая Отечественная война», слова «Великая победа» – это очень близкие понятия, поскольку республика послала на фронт более 90 тысяч своих сынов и дочерей, из которых 46 тысяч не вернулись домой. Северная Осетия Северная Осетия И дальше уже через МЧС эта информация доводится до всех населенных пунктов. Юный вокалист Тимур Сланов выступил с первым сольным концертом. 14-летний обладатель уникального редчайшего контртенора исполнил известные произведения на русском, осетинском и итальянском языках. На концерте прозвучали песни военных лет, арии, дуэты, а также народные песни. Поддержать певца пришли друзья, однокурсники и педагоги. За дирижерским пультом стояла юная Дана Муриева. Помимо Сланова, этим вечером выступили также Нелли Гончарук и 6-летний Аслан Джоев. Главными героями вечера стали именно дети. За плечами Тимура Сланова, несмотря на юный возраст, внушительный список конкурсов и фестивалей. Это русский бал в Вене, международный конкурс кинотаврик, а также всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки». Его талантом восхищалась великая Елена Образцова, а в день концерта поздравительное письмо Тимуру прислал народный артист Советского Союза, депутат парламента Иосиф Кобзон. Поздравление зачитала главный судебный пристав Северной Осетии Светлана Гацоева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова